Микс Ньюс Генеральный секретарь Национальной комиссии Латвии по делам ЮНЕСКО Байба Мольника у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Да, может быть, начнём такого первого вопроса, чуть-чуть, если можно, очертите, может быть, вот чем занимается ЮНЕСКО в Латвии. Понятное дело, что я думаю, что все, кто интересуется и не интересуется общественной жизнью, вы, естественно, слышали, что такое ЮНЕСКО, это одна из подразделений Организации Объединенных Наций. Вот, может быть, миссия, задачи ЮНЕСКО в Латвии. Да, но если смотреть на ЮНЕСКО, Латвийская Национальная комиссия, то, конечно, она связана с ЮНЕСКО, в котором ходят 193 государства на данный момент. И ЮНЕСКО организация, которая была формулирована сразу после войны, то есть в 1945 году, 16 ноября. И своей задачей она ставила, что мир во всём мире можно раздавать через образование, культуру и науку. И, скажем, на эти три пилара и тоже коммуникация информации мы стоим до сих пор. И то, что даёт нам силу, это цели устойчивого развития, которые были признаны ОНО в 2015 году. И которые тоже подчёркивают, что все линии среда, общества и экономика, они будут развиваться только тогда, если это идёт через призму науки, образования и культуры. И эти есть те программы, с которыми мы работаем в Латвии. То есть наша задача быть как медиатором между теми процессами, которые происходят в ЮНЕСКО и смотреть, как эти программы развиваются в Латвии, как культуре, так образовании, так и науке. И в обратном порядке мы смотрим, как наши ценности, потому что все знают о списках, которые есть, как наши люди могут работать как эксперты, как мы можем помочь другим государствам своим экспертизам и, конечно, дать свой вклад в организации. Вот Вы сказали, что это могут быть какие-то международные экспертизы, наши жители Латвии куда-то есть. Скажем, ну, конечно, ты можешь, ну, завтра ты не станешь экспертом в ЮНЕСКО, но, скажем, на данный момент, точно сегодня, Сигна Межинс, который является профессором Латвийской университеты и в то же время работает между правительственным комитетом по биоэтике, она как раз находится в Таиланде, в большой конференции, которая изучает вот эти вызовы, которые есть в биоэтике. Это теперь, ну, очень-очень актуально, то есть это показывает вам одно направление, с кем занимается ЮНЕСКО. Также у нас есть эксперты, скажем, Андрис Вилс, который директор Национальной библиотеки, который работает в программе «Память мира», а Рута Мокту Павела, который ректор Академии культуры, она работает между правительственным комитетом, которые изучают культуру. То есть у нас есть такая база экспертов, и мы очень рады, что они сотрудничают с ЮНЕСКО. Вы вот упомянули уже одно женское лицо, которое в науке, да, и вообще, скажем так, поводом для сегодняшней нашей встречи стала программа для женщин в науке, которая реализуется с 2005 года, да, если я все правильно нашла, при поддержке ЮНЕСКО. И вот в этом году тоже было несколько женщин, которые получили стипендии совместно с Лореаль. Почему так важно поддерживать женщин в науке именно для ЮНЕСКО? Почему именно ЮНЕСКО этим занимается? И почему, ну, мужчин, например, в науке не выделяют так? Конечно, из-за того, что я уже в начале сказала, что в ЮНЕСКО 193 государства, и, конечно, в каждом государстве есть немножко другая ситуация. И вы сказали, что программа Латвии работает с 2005 года, но, в принципе, программа в ЮНЕСКО была сделана в 1998 году. И во время этой программы, поскольку она работает, 2700 уже женщин в науке уже награждены с этой стипендии. И, конечно, чтобы понять, ну, самая большая идея и цель, конечно, есть побольше, сделать побольше количества женщин в науке. Ну, теперь мы можем очень тесно связывать идею программы с целями устойчивого развития, то есть показать, что у науки есть гуманное лицо. И когда мы идем обратно о миссии ЮНЕСКО, это раздавать мир во всей планете, так мы видим, что это программа с женщинами, причем с женщинами очень, если вы смотрите, какие эти работы, с которыми работают женщины науки, они связаны или с здоровьем, или с окружающей средой. То есть это тоже такая вертикаль науки, которую мы хотим с этой программой развивать. Ну, еще и очень молодые женщины, если я правильно нашла, что там должны быть два кандидата науку в возрасте до 33 лет, например, то есть такие достаточно молодые женщины, насколько у нас легко их найти или тяжело? Ну, на этот год я хочу тоже сказать, что эта программа развивалась в Латвии в таком смысле, что в 2005 году это было Лореал Латвии, но начиная с 2016 года уже это Лореал Балтик, то есть эти стипендии получают женщины тоже в Эстонии и в Литве. Мы можем с радостью отметить, что на этот год приступило самое большое количество кандидатов, то есть более чем 100 заявили в своем желании быть стипендиатом. Лореал сделал такой репорт в 2018 году, смотря, потому что на этот год мы отмечали 15-летие программы, и они посмотрели на все, как это развивалось, и сделали вывод, что в принципе, если мы смотрим на Латвию, женщин в науке довольно много, мы лучше, чем Литва и Эстония, но если смотреть, сколько женщин, которые теперь изучают науку, то есть находятся в университете, то есть эти те женщины, которые до 33 год, а ситуация другая. Там, скажем, Эстония у нас впереди, также Литва, там есть среда здравоохранения и инженеринг. То есть во всех этих областях мы не на первом месте. Из-за этого цель, конечно, программы и раздавать возможность новым, молодым женщинам выбирать науку как свою профессию. Тем более наши лауреаты, которые уже получили стипендии, они сотрудничают с нашими школами и едут в школы, делают лекции и тоже воркшопы, чтобы побольше молодых девушек и тоже, конечно, привлечь науку. Да, мы знаем, что ЮНЕСКО активно работает со школами, по-моему, 32 школы, если не ошибаюсь, ваши партнеры. В чем уражается это сотрудничество? Ну вот как раз в прошлой неделе мы приехали обратно с Якопилса, у нас была летная школа. В этой школе мы организовали местное сооружение между школами, библиотеками и музеями, поскольку это все наши сети, которые есть. Школы, в основном, это тоже нужно заметить, что это самые большие сети, которые есть в школах, это ЮНЕСКО школы. Это не меньше, чем 150 государств, у которых есть ЮНЕСКО школы, и количество, конечно, очень трудно сравнивать. Например, Корея, ЮНЕСКО школа 900, да, там есть что делать. Но наши школы, они выбирают одно из направлений, или это образование для устойчивого развития, или это ХЮМАН РАЙТС. Того человека. Да, или это, конечно, наследие, которое у нас в Латвии тоже есть, и одно из этих направлений они работают и делают проекты. Конечно, мы на школах тоже надеемся, что они тоже в одном и другом варианте подчеркивают то, что называется международные дни, которые есть, и оно ЮНЕСКО, и тоже они это делают. И, конечно, мы надеемся, что они сотрудничают с другими школами, которые пока еще не в ЮНЕСКО школы. То есть такая агитация, грубо говоря, и распространение дальше. Да, и еще раз скажу, что вот эти цели устойчивого развития, они дали тоже новый вызов для школ и для образования как такового в ЮНЕСКО, поскольку ЮНЕСКО является агентурой и организацией, которая тесно связана с целью, который номер четыре обучения. И, ну, как в школе они сотрудничают с ЮНЕСКО, и тоже мы можем сказать, что каждая школа ответственна, чтобы это цели, а в цели это качественное, инклюзивное и equal rights, equal rights – это образование в течение всей жизни. Да, пожизненное. Вот что касается Оли ЮНЕСКО, значит ли это, что какие-то проекты Вы финансово поддерживаете? Вот это гораздо не означает, поскольку в этом и в сути ЮНЕСКО, что они дают свой бренд, логотип в школах и дают направление, но они не дают финансовую поддержку. Финансовая поддержка – это ответственность каждого государства, как они регулируют эту систему. Но в нашем случае мы делаем эти проекты, тесно сотрудничая с Министерством образования, поскольку у нас есть договор о развитии, целях устойчивого развития, и это вот цель номер четыре. И это один вариант, и, конечно, мы сотрудничаем с институцией, например, Nordic Council, мы можем привлечь финансы и, в принципе, финансы как эксперты. Мы более располагаемся, что мы даем в школах хорошие эксперты, и они сами потом знают, как это знание, которое они получают от экспертов, внедрять в свои проекты так. Но Вы можете сказать, что приходится бороться в какой-то момент за какое-то финансирование, или, в общем, Вам хватает, не обделяют? Ну, скажем, это опять о роли Национальной комиссии. Мы не являемся институцией, которая работает над проектами. Наша цель и миссия – работать по поддержке нормативной базы, делать лаборатории идеи, и, конечно, работать с обществом, не то, что привлечь финансы для проектов. И с такой точки зрения всегда может быть ситуация получше, но я не могу сказать, что она теперь критическая. В 2014 году Национальная комиссия Латвии по делам ЮНЕСКО собрала воедино свои предложения о популяризации науки, и тогда были речи и о создании телевизионных программ, и кружков в школах, и тематических мероприятий. Сейчас, спустя пять лет, Вы какие-то итоги подводите? Как это повлияло, не повлияло? Насколько получилось реализовать? Ну, это 2014 году, это была консалтирую канцеля… Договорилась. Нет, нет, это канцеля образования для всех. То есть… Совет, да? Совет, да. Он работает до сих пор, где мы обсуждаем вопросы, которые являются актуальными. И на тот момент это была коммуникация наука, и еще до сих пор это является очень актуальным вопросом. И я могу сказать, что с работой вместе с стипендиатами, лауреатами этой стипендии у нас удалось делать вот эти лекции по школам, делать воркшопы. То, что у нас еще как-то под знаком вопроса, это, конечно, коммуникация побольше с обществом через медиа. – Вот Вы говорили о науке, понятно, что это очень важно для развития любой страны. Есть ли у Вас какая-то коммуникация, не знаю, с правительством, может быть, во время принятия бюджета Вы как-то пытаетесь, ну, все-таки донести до политиков то, что необходимо увеличивать, осигнование на науку? К сожалению, по-прежнему выделяется очень мало средств в бюджете на развитие науки. – Ну, начнем с того, что я сказала уже, что у нас идет договор с Министерством образования и науки. И с рамки этого договора мы тоже сотрудничаем и даем свой вклад в стратегии. – И теперь вот как раз на этот момент мы работаем в двух группах, которые работают над национальным планом развития страны. – И там тоже есть как наука, так и образование. И мы там привлечены как эксперты, так мы в прямом смысле можем дать свой вклад в развитие стратегии как науки, так и в образовании. – Ну, что мы будем делать на эту осень, это будет неделя ЮНЕСКО в Латвии. Мы обычно это отмечаем тогда, когда Латвия вступила в ЮНЕСКО. – Это был 14 октября 1991 года. И на этот раз мы как раз будем работать с наукой и развивать взгляд на науку, как я сказала, показывать гуманное лицо науки общества. – В том числе и женское, наверное. – Конечно. – Вот одна из миссий, как вы уже говорили, образования. Есть какие-то моменты, по которым вы вот прям в какие-то этапы били тревогу, что вот здесь вот прям ужас-ужас, надо с этим что-то делать? – Ну, я не знаю, скажем так, наша миссия миротворящая, не, скажем, сказать ужас-ужас, потому что если ты говоришь ужас-ужас, лучше дать какую-то идею, что же делать. – Совет какой-то, да. – Да, это, скажем, побольше нашей миссии, чем сказать ужас-ужас. Но то, что мы делаем до сих пор иначе делать 2007 года, это то, что называется включающее образование инклюзивное, поскольку мы считаем, что это очень стратегично получилось в ЮНЕСКО сказать, что в принципе образование должна быть, система образования, мы должны смотреть больше на тех, которые обучаются, не на то, как вот не их привлечь система, система привлечь им. – Вот над этим мы еще, как начали работать в 2007 году, так и продолжаем, и можем сказать, опять вот вы спрашивали, как мы внедраем или как мы даем свой вклад, но вот школа 2030, она вот как раз то содержание и образование, которое теперь развивается, она как раз, раз, как раз совпадает с точки зрения ЮНЕСКО по этому поводу. – А вы как-то консультировали, вас привлекали для создания? – Да, вот когда была конференция, включающая образование, мы тоже были там как эксперты, я сама была модератором дискуссии по этому поводу, то есть они спрашивают, мы не являемся частью групп, которые работают над проектом, но когда вот есть конференция, семинары, или мы советуемся по таким вопросам, которые у нас интересны, и мы можем сказать с уверенностью, что, в принципе, эта программа, которая теперь вырабатывается, она совпадает с ЮНЕСКО. – Генеральный секретарь Национальной комиссии Латвии по делам ЮНЕСКО Ваева Мольника у нас в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете нам звонить и писать в WhatsApp 230-6191. – Мы знаем, что, например, у исторического центра Риги включен во всеминое наследие, может быть, поясните радиослушателям, может, это красиво звучит, что это дает, или, может быть, какие-то обязанности налагают, вот мы, к примеру, знаем, но это из другой, что называется, истории, но, тем не менее, вот Рижская дума, там, когда принимала решение ограничить, к примеру, вот эти азартные игры, она говорила, ну, вот, исторический центр Риги, все-таки это особое место, он принадлежит к всеминое наследие, что это значит вообще? – Угу. – Может, это дает какие-то преимущества? – Ну, конечно, дает преимущества, но, скажем, это очень моральное преимущество, то есть наша идея и задача, чтобы опять каждый житель Риги себя почувствовал как, в принципе, житель места, которое есть у нас в списке. – Это действительно какое-то историческое особое место, да? – Да, 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 поскольку, ну, три самые главные аргументы, почему Рига была внесена, этот список, этот юган стил, и вы как раз здесь его видите, это деревянная архитектура, и это еще вопрос, все же жители Риги знают, где у нас красивые примеры этих зданий. – Находится и третий как раз это средневековый образ, который у нас на Старой Риге находится, но то, что каждый житель должен знать, что исторический центр Риги – это не только Старая Рига, потому что всегда немножко есть стереотип, что Старая Рига – это исторический центр. – Ну, нет, вот мы как раз вот здесь, возле Академии наук, искусств находимся, и мы все еще находимся в историческом центре. – Ну, конечно, обязует, потому что сохранение исторических зданий, ценностей является одной из самых важных вещей, которые есть под этим конвенцией, которая говорит о материальном наследии. – И то, что еще важно, что мы должны развивать идею о том, как развиваются города, что там находится в умах человека, общества. – И то, что сделала моя коллега с школами на этот учебный год, была сделана школа молодых людей, которые изучают наследие, скажем так. – И она выбрала те профессии, как, например, архитект, реставратор, те, которые планируют город. – И сделали совместные встречи и воркшопы с этими профессиями, чтобы показать молодым человекам, школьникам, как развивается город. – И почему мы должны не только гордиться, что у нас есть исторический центр, но мы должны тоже каждый день над этим работать в своем уме. – А есть какие-то конкретные пункты, что может быть включено, что должно быть для того, чтобы какой-то объект, здание, территория были включены в этот список? – На сегодняшний день, вот я хотела еще у вас уточнить, два объекта, потому что были разговоры про Кулдыгу. – Но Кулдыга теперь, да, у нас идет, у нас уже принято решение Национальной ассамблеи, что обе объекта Кулдыга и Гробиня, где у нас есть ансамбль Викинг, они обе идут на этот международный лист. Ну, конечно, там очень трудная и, скажем, скрупулезная работа, чтобы делать номинации, но самое вызывающее дело есть найти то, что называется universal value, то есть ценность этого места. И то, что выбрала Кулдыга, она показывает себя как место, которое выбрал Гарцог Яков, как свою резиденцию. И из этой точки они ищут, и там были уже несколько воркшопов и семинаров, ищут, мы можем же найти теперь в Кулдыге отстатки с того времени. И оказывается, что можем. Это самая лучшая, я думаю, новость для Кулдыга, что мы можем вот так найти то, что нас теперь еще связывает с временем Куландии. – С теми временами. А что с праздником песни и танца? Тоже были разговоры, что они могут как-то быть оценены и так вот отмечены на мировом уровне. – Ну, они уже есть, то есть… – Вот эти два объекта, они уже включены? – Да, если мы смотрим на списки наследий, там есть различия. То есть, если мы говорим о материальном наследии, тогда мы смотрим на Ригу и смотрим на геодесическую дугу Струве. Там есть в Якопе, здесь туканцы, это международная номинация, 10 государств. Вот те, эти обе наши номинации, которые есть в международном списке. – Уже существуют? – Да. И если мы смотрим на традицию праздника песни и танцев, то эта традиция тоже занесена в международный список, но не материальная у наследия. Это что-то немножко другое. – Это всё-таки культурное наследие? – Да, конечно, культурное, но не материальное. И там есть два конвенции. Одна о материальном наследии, а другая о нематериальном. И в том наследии, которое о нематериальном, то есть в празднике песни и танец, там главная деменция – это как мы наше нематериальное наследие передаём… – С поколения в поколение, да? – И сохраняем. – Всё-таки это что-то уникальное, да? – Да, это уникально. Если мы говорим о материальном наследии, как более работаем над словом эксклюзив, то если мы смотрим на нематериальное наследие, мы более смотрим на то, что называется вот… – Вся общество работает над этим наследием. То есть ты не можешь быть включён в список нематериального наследия, если же ты не можешь показать, как вот твоё нематериальное наследие переходит вот с поколения в поколение и даёт, скажем, обществу свой взнос, как наследие переходит, скажем, с прошлого. – Вот если про эти списки наследия и именно материально, как Старая Рига или Дуга, в этот раз Литва обошла. Я так понимаю, что все страны Балтии, там четыре объекта – у Эстонии два и у Латвии два. Есть ли вот это соревнование, стремимся ли мы к тому, чтобы было больше у нас? – Скажем, с Балтией у нас очень хорошее сотрудничество. На этот год мы знаем, что в августе будем отмечать 30-летие Балтийской пути. И это тоже наша общая номинация, которая была включена. И это уже третий список – это память мира. Такая тоже у нас есть документарное наследие. То же самое с писанием и танец. И, конечно, мы смотрим, ЮНЕСКО, в принципе, одобряет очень международное сотрудничество, международные номинации. И если бы мы найдем общую номинацию, как, например, мы теперь стоим в очереди, у нас есть письма, которые были написаны в Сибири, в Сильке, на этом березовом коре. – Нет? Ну, поскольку теперь идет переструктуризация программы «Память мира», мы ждем свою очередь. Но мы надеемся, что это тоже будет наша общая номинация. – То есть вот эти письма, которые были написаны в страны Балтии, те, кто были выставлены на березовой коре? – Да, да. И мы можем сказать, что вы как раз показывали опять гуманное лицо документарного наследия, то есть мы хотели с этими письмами показать, что люди даже, когда у них очень трудное положение, содержание этих писем, она очень такая светлая, она очень оптимистическая, она очень дает тебе надежду. – Да, да. И нам казалось, что очень важно миру показать, что, в принципе, даже, ну, если твоя физическое состояние не то, что очень хорошее, ты все-таки можешь дать своему внутреннему, ну, своему гуманизму развиваться. – А вот если физически эти письма вам же надо было где-то взять, вы как-то идете в музей и говорите… – У нас есть восемь музеев всей Латвии, которые хранят эти письма, и это как раз наша сеть, которая называется «Сеть музеев», которые хранят в себе номинации «Память мира», и они ответственны, конечно, за сохранение этих письмов. – Самый, 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 так ты, пункт, который работает очень-очень удачно, это тукумс музеи, они работают, делают семинары, у них тоже книга есть, то есть мы как национальная комиссия, у нас нет сейф с письмами, ну, вот эти наши музеи, они над этим работают, да. – Вы вот упомянули оптимизм, который был в письмах, но несколько лет назад портал Делфи на 1 апреля сделал такую шуточную новость, что в списке ЮНЕСКО, наследие ЮНЕСКО внесен знаменитый латвийский пессимизм. Возможно ли что-то такое внести в эти списки? – Скажем прямо, что мне всегда кажется, когда, ну, вот то, что я сказала, 193 государства, – если посмотреть на состояние очень, ну, в большом спектре, как люди страдают, как они живут тоже в 21 веке, – у нас не должно быть очень, ну, трудно жить здесь, потому что, в принципе, у нас нет войны, в принципе, у нас нет голода, в принципе, у нас нет тоже очень таких трудных климатических состояний. Но мы не можем закрыть глаза и думать, что если мы ничего не будем делать, то это всё и так будет сохраниться навсегда. Это не то. Это то, что, почему эти устойчивые цели есть, они за это надуманы, что, в принципе, дать какую-то отпору глобальным вызовам. Ну, и то, опять, если дойти до каждого, то у каждого на уме должно быть то, что я, как человек, как житель своего города, как житель своего государства, и, в принципе, как житель всего мира, сегодня буду делать, чтобы делать этот мир лучше, чтобы вот эти, там, 5П было в этом порядок дня 20-30. Планета, люди, сотрудничество, это на английском сфере, благосостояние и планете, и мир. То есть, у тебя есть 5П, и ты каждый день должен себе подумать, что ты делаешь, чтобы вот эти 5П могли бы сохранить. Мы знаем, что сейчас новый генеральный директор ЮНЕСКО, вот сама француженка. Вот какие новости приходят из Парижа? Мы знаем, что все-таки это большая организация. В самом начале сказали, более чем 190 стран. К сожалению, двух стран с этого года нету. Соединенные Штаты, Израиль официально вышли из состава ЮНЕСКО. Есть ли какие-то индикации, что эти страны все-таки удастся пригласить обратно в ЮНЕСКО, разрешить те противоречия, которые есть в этой организации? Ну, наверное, вот этот вопрос лучше задать Министерству иностранных дел, поскольку без национальной комиссии, которая работает здесь, у нас есть посольства, которые работают при ЮНЕСКО. И это их ежедневная работа, работать и знать, что творится в кулуарах. А в ЮНЕСКО, ну, то, что у нас есть процесс, который называется стратегической трансформацией, это ясно. Как это будет выглядеть в жизни, трудно сказать. Вы, в принципе, как национальная комиссия весьма самостоятельно здесь работаете. Конечно, потому что национальная комиссия, она, это нужно подчеркивать, она не посольство ЮНЕСКО, здесь Латвии, а в принципе национальная комиссия, а это сделано национальным государством. И мы более связаны с государством здесь, чем, скажем, ЮНЕСКО. То есть вам не надо никакие отчеты им посылать, встречаться раз в месяц? Нет, раз в месяц нет, но мы встречаемся. Мы встречаемся с национальными комиссиями раз в год как раз. Все вместе? Все вместе. И тогда тоже, когда есть большие конференции, у нас будет генеральная конференция, и вот тогда мы тоже собираемся на эти митинги, ну, 2-3 часа каждый день, ну, так. Поговорить о том, что... Поговорить о том, что у каждого на сердце, да. Наверное, уже немного времени у нас остается. Последний вопрос задам. Неаполитанская пицца была, было предложено внести ее. Есть ли Латвия что из кулинарии, из каких-то блюд? Да, ну, скажем так, что Латвия, в общем-то, если говорить о наследии, так как только на кулинарном почве, там очень много всяких... Да, есть, но мы можем сказать, поскольку что суеты у нас есть включены в немножко другом список, это списки, которые нуждаются особенного внимания, Ну, а у суеты у нас есть скланды раусы, и мы можем сказать, что скланды раусы уже теперь уже, ну, как, сколько, поскольку он связан с суету культуры талпы, он связан тоже с это тоже въявлении, но теперь в национальном регистре, который есть нематериальное наследие, до сих пор нету кулинарных... Я знаю, что говорили о НЭДИС, что... Да, у НЭДИС, да, много, да. Этих нужно там, да, говорили о ЯНЮСЕРС, но пока еще... Ну, знаете, дело в том, опять подчеркиваю, нематериальное наследие, там должно быть общество, как копия, на которое дает эту номинацию, заявку на это наследие, но, наверное, еще не могли договориться, кто же из всех тех, которые знают, что такое ЯНЮСЕРС, будет являться той... Том кружком, который будет самый-самый главный в этом деле. Ну, надеемся, что кулинарное наследие Латвии в одном или другом образе будет внесено. Представлено. Да. Спасибо, генеральный секретарь Национальной комиссии Латвии по делам ЮНЕСКО, Баеба Мольникова была у нас в студии. Спасибо вам за разговоры, удачи. Спасибо. До сих пор.